всем привет у нас сегодня 2 августа 2 часа 2.20 я на работу у меня вечер сейчас народ будет полно потому что вчера пенсии люди получили всякие футстепы и всякие дополнительные выплаты для малоимущих у кого дети до пяти лет сейчас народа будет полно все я работаю сейчас уже одна никто это мне не помогает блин другую машину взяла бреки совсем другие а одна работа ничего нормального смеялась прикалывалась с дедушками один только попал в меня такой не понял моего юмора как бы такой ну не очень такой но он вроде не злой а такой шутка все не понимает видно знаешь не надо не надо со мной разговаривать как вот такой в основном люди приобрели любят и болтать еще нормально время быстро проходит время прям моментально проходит я считаю обед целый час 2 брейк по пятнадцать но второй брейк как-то мне уже несколько дней некогда было взять работников конечно не хватает а сейчас дети школьники уйдут в школу вообще будет плоховато многие школьники работают полное время так придут на четыре часа все так вот еще еще и чем не нравится я люблю не за ком почесать смеяться прикалываться весь в общем весело у нас а вчера выходной был проснулась поставлена здесь светофор и теперь очередность ну очередность у нас на той стороне не было светофора и там просто которые ехали со стороны конкорд они не останавливались три из три стороны останавливались одна это ехал всегда всегда были какие-то у меня я кстати здесь машину разбила потому что некоторые кто местные они знают что это срана не останавливается а это те останавливаются едут поучу сейчас делали все четыре стола а теперь тоже кто едет постоянно едут сейчас полицейские стоят первое время вот вчера поехали утро проснулись надо было массиком машину это масло поменять масло поставили бы машину я хочу позавтракать я хочу позавтракать голодная я так окей там иди остановился взял к себе круассаны сосисками по-моему еще не помню что брал день же не ел я кофе с собой взяла ну и все пока купили пока это поехали я сел в машину ва! сигнал что за сигнал этот который этот холод охлаждает карбюратор наверное ну в общем короче как будто говорят про версию окей вернулись обратно на станцию куда машину Герину поставили менять мы говорим это то есть меняться машинами меняться машинами поменялись забрали Герину мою оставили ну и все я говорю я не хочу ехать такая у меня настроение как у меня нет я хотела ехать на мою машину я полудурщины уже хотела ехать на мою машину я хотела вверх открыть загорать по дороге пока я ехал но все не поехали а у Герри это моя тоже машина Герри ее пользует она потому что дизельная а дизель он это более экономичная и вот он мою машину я все лето не брала я когда наверное с весны как белую взяла это так иногда ее брала просто и он так присел на нее и так мне ее засрал о май гаш я как села вчера да ты че вообще ж не улице сна я еще злая че попросить на океан на грязной машине да да че я че воняю в театр все поехал домой я на часа три ее мыла всю внутри я вытащил все коврики двойные там двойные коврики двойные все промыла все же заскаблила все сидушки все вскаблила машина белые сиденья белые кожаные сиденья под землю на белые сиденья я говорю нет у тебя огромная машина бери свою пози она больно зачем только машину покупал зачем ты такую машину я покупаю маленькие экономичные нет ты че взяла огромные стоит она для чего она стоит ну вот вчера она промыл ее всю эту машинюху а моя менять надо что-то менять они говорят мы сейчас залезем там проверим если че поменять надо и сразу будут мне говорят давай мы сразу туда инспекцию сделаем раз уж время они по-моему за два месяца могут делать а уже август позеваю это ну так же сразу инспекцию сделаю только в понедельник или во вторник заберу считаю сегодня пятница они пока лазили вчера ничего не делали как всегда сейчас ничего не делали сегодня только залезли проверили позвонили сказали че как че как и считай ну вот сегодня может порчающая деталь какую надо заменить это ее надо заказать сказали понедельник вторник ну ладно а Масик будет на своей машине ездить экономичная которая жрет как как это из шланга бинзин громадятина такая я говорю зачем берешь то нет ну я взяла я хочу мне нравится большой маршрут не тебе нравится тебе что нравится ты поставил на парковке а ты любишь почему-то пользоваться моей машиной которая экономичная ой вот такие дела ой сейчас расскажу у нас там был один два два у нас было случая сейчас расскажу и все связанные с этим че у меня зеркало Васька поправлял возможно что вы держите это мы стояли с девочек с одной еще ой видите ой да что такое кстати в эту машину сажу что я это в солнце и девушка такая и приходит у нее на руках маленькая чуава чуава такая микс наверное потому что когда она ее на пол опустила уж больно она такая уж красавица прям была у нее ножки такие еще маленькая такая еще такое ощущение она не будет как чуава малюлечка она будет это так крупненько видно красивая и такой ух а уж начали в голове тянет я говорю чувак чувак она такая злющая а это прям такая ласковая она говорит ну потому что я ее всегда ласкаю Я думаю, ну ладно, я не знаю, у нас это, чувава была, у меня у одной работала, чувава была, да то я ее обижала, что ли, так одна, только на нее посмотрела, что ты на меня смотришь, вот, тявкала вот так, сумасшедшая была. А я такая хорошенькая, что хочу сказать, женщина была такая, у нее такие были брючки, внизу вот так вот, мне нравятся такие, они как бы, помните, раньше были такие, как называются бананы, вот так, да, снизу так, завязочки. И такие они, как хаки, цвет такой красивый, у нее фигурка, талии, тоник и грудь такая красивая, прям, вот вся прям такая фигура, вау, волосы белые, крашеные, прям, ну вот так вот, наверное, ниже, вот такие, вот отсюда, наверное, волосы, но уже темные отрастают, и вот так она, так вот, как бы, слабые такие косички, вот сюда сделала, вперед, так, маечка такая, открытая грудь, так все это, прям красиво так смотрится, а на лицо, я на лицо так смотрю, думаю, на лицо прям вот нет такой вот, как вот фигурка такая, да, на лицо как грабоватая, вот, прям не похоже на нежную девушку, вообще на девушку не похоже. Ну и все, она там купилку и чуть-чуть такая говорит. Девчинки, нечесть, я сейчас вот эту мою колясочку здесь оставлю, я в туалет схожу. А мама у нас прямо где мы, это, где люди сами очекиваются, прямо вот напротив туалета, вот так прямо здесь туалет. И она такая пошла, и так, мужской. Я такая девчонка, с которой работаю, суши, не поняла. Чем-то на мужской туалет пошла, такая. Вот так вот. Я не поняла. Это что, переделанное, что, что? А зачем тогда? Не понимаю, вообще не понимаю. Потом еще. А главное, такая женщина, я вообще даже не знаю теперь, женщина или мужчина, но сама душа, как говорится, так разговорчивая, такая прям милая, приятная, такая прям аж собачечка, и собачечка, и собачечка, и собачечки, я чуток не накупила, такая прям это, непонятно. В общем, я так в итоге не поняла. Я не поняла, это женщина или мужчина, она такая, я тоже не знаю. Если она пошла в туалет, ну что? Ну ладно, бывает попутанно, потому что одна у нас тоже попутала. Я сколько раз путала мужские, забегала. Это. Ну, забегаешь, а там писсуар стоит. Ну, сразу же бежишь обратно же. Здравствуй, милый! Прям передам мужик, сверну в другую сторону. Это. И был еще один парень такой. А, кстати, еще чувач, сказать. В Волмарте есть специальные люди. Которые, они, у них нет формы никакой, ничего. Они, как в обычной одежде, ходят в магазин. Ходят и смотрят. Что люди берут? Может, некоторые что-то съедят. Это полно такое. Едят. Или идут, например, на себя оденут, например, в офтвер. Ну, как бы вот такие люди еще есть. Мало того, камеры. И плюс еще кто-то ходит, та же камера. Это когда? Кто-то что-то передаст. А это еще когда? Чтоб внутри было. Ну, он как будто какой-то менеджер. Коуч какой-то там. Вообще, я не поняла. Я его как бы видела. Я никогда не думала. Я вообще не думала, что он работает у нас. Когда он подошел ко мне. Ну, ладно, короче, расскажу. И уже к вечеру, и одну дверь у нас, обычно на дверях, кто-то живет в Америке, я не знаю, на дверях стоят эти, я не собираюсь ехать, что-то испугалась-то. Это, стоят на дверях эти, проверяют, берут чеки, проверяют, оплатил, не оплатил, все ли оплатил, потому что некоторые, ну, я рассказываю уже, не оплачивают дорогие вещи. Проверяют. И у нас, или бывает, например, на обед, уйдет человек, и мы как бы должны еще смотреть так, за дверью, ну, чтоб люди не выходили с колясками, не оплачиваемыми. Это. И слышу я, и это, и уже мужик ушел, а у нас здесь так народу много стало, и мы пока ходим, так-то я поглядывала на эти, на ворот, смотрю, как бы уже к концу дня, где-то часов 9, наверное, было, к концу дня не так много. Но все равно. И так поглядывала, поглядывала, вроде не еще. И какой-то момент у нас такое-то, прям были сумасшедшие, прям у нас так много народа, и линия стоит, и тут, и кому-то что-то помочь надо. И это, и я слышу это, как немножечко, ну, люди громко слишком разговаривают. И это, и смотрю, парень так гей. Такой висит, целая коляска, целая коляска там вещей. И он попытался, я бы тут спросила, что он такой говорит, он хотел выйти с этой коляской, а он, видно, уже ходил где-то там, его заметил. И он прям, он так быстро шел, и он его такой, ты куда пошел, а оплатить? Он такой, ой, извините, 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 раз подошел сюда, к нам оплачивать, такой говорит. А вы принимаете оплату с Apple? Мы говорим, нет, потому что это как, ну, как competition, у нас есть своя карта Walmart Plus, поэтому мы не делаем бизнес, еще Apple мы говорим, нет, есть только Walmart, да, мы оплачиваем, берем оплату, а Apple нет. Он такой, ооо, у меня налички нет, ну, используй другую карту, у меня только Apple, а вы что, а как у тебя нет никаких других карт, а, господи, это, ну, вот он взял там немножко еще у него было, целую коляску поставил вещей, а вещи такие были, сто процентов куда-то ехал на vacation, потому что там несколько новых футболок, несколько новых шорт, бритвенные станки, пасты, зубные трэвл, вот именно такие всякие грима, новые стаканчики, вот эти для воды, для кофе, вот именно в путешествии человек собирался. И потом этот парень пришел, который говорит мне, где эта коляска, которую он оставил, я говорю, он купил, говорит, несколько вещей остальных, как бы он это оставил, он дай мне эту коляску, я ее это уберу. Видно, на камеру уже все сняли, что он хотел даже снять, это, украсть хотели. По-моему, только глаз и глаз, глаз и глаз за людьми. Что с воробами любит, с воробами, любит на халяву. Так, вот, уж падает, у меня камера пускается, 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 еду на работу, скорая, кому-то поехала. Так, дорога эта, ну вот, вот, хорошо ехать, когда утром работаешь, утром ехать, замечательно, вообще пустота. Но зато, когда едешь с работы, все офисы, а здесь, что, я считаю, у нас как-то столица нашего штата. Ой, да что такое, с ума сойти, ах, это, и люди все с офисов едут, боже, не завернешь, не завернешь, народищу толпы везде стоят. Народи, по-моему. А сейчас вот едешь, тоже прям всю сумасшедшую, везде, награды, светофоры, надо останавливаться, светофоры через пять шагов прям. Вот, похоже, светофоры шесть-семь, вот я сейчас пока доеду, до воборот, прям полно, потому что так вот дороги, везде переклестные эти дороги. А да то она обратно едет, десять часов, в одиннадцать, в одиннадцать уж почти, до десяти магазин, а еще, как всегда, у меня, я до десяти работаю. Я должна в десять уже из магазина выйти, только еще по магазинам люди шныряют, а я всегда одна касса свободная, одна касса только работает так поздно, что моя, там, где сигареты, я торгую. И приходится ждать, пока там до последнего они не пройдут. Потом надо, чтоб пришел тем менеджер, деньги забрал, то, что там остается, на две свой рабочий порядок крести. Так-то я в среде дня шук-шук протру, ты рукой, рыв, чистенько меня. И домой приезжаю в одиннадцать, сразу быстро я опять в ванну, я думаю, я теперь два раз в ванной лежу. Ну, я так лежала два, так-то я обычно раньше душ принимала, только быстренько, а сейчас я лежу в ванной после работы, и до работы, и после. Сейчас в школу выйду, то, будто в душ принимать. Все, и в школе у нас сейчас будут новые правила, и, ууу, хорошо. Все вообще, ой, двадцать шуток, по-моему, найдет, вчера с ней созванивались, по-моему, двадцать шестого нам на работу. Вот что мы на работу. Первый день мы будем без детей, нам скажут наши правила, что изменяет, сколько у нас детей будет, сколько, кто будет у нас в классе работать, какие учителя, и наша программа. Потом на следующий день у нас придут только новенькие, а уж на третий день наши красавцы, как все придут, о-о-о, и за замудох, и все обнимашками заниматься. Вот конфеточек, что ли, каких-нибудь скупить на работу, или что-нибудь печень какие-нибудь надо купить. Деткам нашим на третий день, моим любимкам. Так, ну ладно, ребята. Все, подъезжаю я к работе. Пойду работать. Работа, работа. Что-то, по-моему, я еще хотела сказать. Что сказать, не знаю. Да, придется мне от спорта отказаться. Там спорт, всего два часа, и то сегодня, о, то отменят, о, то нет, то да, то есть. Всего два часа в неделю. А мне дали такой скейджел хороший. Мне нравится, какой здесь сейчас у меня. Я не хочу подбирать, постоянно сидеть и ловить свободные эти часы. Ну, как бы, о, это, как кинуть себе там. Не хочу. Мне сейчас нравится мой график. Ну, ладно, ребятки. У нас вот тут мороженое продавалось. Популярно. Кстати, у нас в Нью-Инг, он популярный мороженое. Вот эти, когда локальные. Есть вот эти, стоят в магазинчике такие, они открываются по сезону. Ой, мой вообще не любит такое мороженое. А люди обожают. Они прям стоят в очереди. Я говорю, все года линии такие были. Сумасшедшие. Сейчас езжу. Вообще народу нет. Что-то случилось. Вообще непонятно. Тот же самый бизнес. Тот же самый абсолютно. Вообще народу нет. Вообще мороженое не берут люди. Может, подорожало. Я фиг, знаете. Но все равно сезон, люди, дети. Мороженое-то номер один. Люди любят везде. Останавливаются есть мороженое. Ну, кстати, вот надо. Не ели мороженого. Не хочу. Кстати, я вышла на работу. Теперь у меня нет столько времени с собой сидеть и чавкать. Я бы хотела на 10 паундов. Просто ничего не делаю. Ну, как ничего не делаю? Я себе кошку взяла, что я должна приходить с работы, когда ни в коем случае не жрать. А то я же люблю ночами чавкать. Не ем. И все, 10 паундов скинула. Вот так сейчас поработаю. Когда сейчас школа начнется, надо двух работ, поработаю. Такая пахнута. Да, я. В школе мы едим. В нашей школе. Мы у нас классно. Считается не кухня в классе. Классно кухней. Кухня огромная. Постоянно в холодильнике. Постоянно еда есть. Постоянно какие-то печеньки пекутся. Что-то готовится. Когда кто-то что-то принесет, угостит. Нельзя не есть. Только ешь. А здесь нет. Есть негде. Здесь надо работать, работать. Я даже, кстати, на обед. Сегодня вообще ничего не взяла. Я это. Поел. У меня был супчик. Овощной. И прям с грудкой. И это. Я пожарила немножко сыра. Ой, так вкусно. Я сыр жареный. Обожаю. Ну, специально сыр так пожарил. Это все, что я ела. Я даже не хочу. И немножко еще пить сейчас поела. Персики. И все. Так это мне. Я не буду есть. Уж вечером поздно. Я не буду. Так, по-любому, если захочешь есть, у нас еды столько продают. Салатиков разных. И цена 2 доллара. А наша скидка есть для нас. Ей дискаунты дают. Ну, ладно, ребятки. Пойдем. Арбайдут. Ну, ладно. Пока-пока.